Всем привет дорогие друзья, прокуратура арестуется учредителя Терра Даниэля Шина после Док Вона. Док Вон из Терра Форм Лапс подает апелляцию против продления срока содержания под стражей. Сегодня мы обсудим данные новости, потому что они очень сильно напоминают мне новости про Рипл ХРП. Кстати, Риплу это не мешало расти и показывать импульсы. Поэтому сегодня мы обсудим данные новости и я расскажу почему Терра Классик будет расти и дальше. В любом случае это не конец, а это только начало дорогие друзья. И в любом случае у нас формируется аналогичная ситуация, которую мы уже видели здесь. И здесь тоже никто не хотел покупать. Обсудим рыночную ситуацию, поговорим про то, что сейчас действительно здесь происходит, сделаем правильные выводы и заработаем в очередной раз. Поэтому поддерживайте данное видео лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И мы будем сразу переходить к делу. Начнем мы с данных новостей. Действительно, данные новости напоминают мне историю про Рипл ХРП, которая уже долго длится и вообще не собирается заканчиваться. Несмотря на это, Рипл рос и, разумеется, показывал нам импульсы. Мы тоже здесь спекулировали и зарабатывали. Суд начался ровно здесь. И после этого мы увидели данный манипулятивный обвал. Но после мы увидели рост и, разумеется, отработку потенциала по Риплу ХРП. Как видим, рост у нас был и здесь тоже можно было заработать. И это не конец Рипла ХРП. Он поджимается и, разумеется, выйдет наверх в любом случае. На ХРП можно будет заработать еще неоднократно. И Суд это просто маркетинговая компания. Аналогичная у нас с Терой Классик. Прямо сейчас у нас идет маркетинговая компания, которая в любом случае рано или поздно покажет развязку и рано или поздно будет рост по данной крипте. И несмотря на эти новости, маркетмейкер накапливает прямо сейчас. Потому что я вижу, что киты заинтересованы. Я вижу, что Бинанс держит свои монеты. И я знаю, что это делается не просто так. То есть Бинанс вообще свои монеты не скидывал. На Вале, разумеется, мы видели, как хомяки скидывали свои монеты. На Вале мы спускались с 300 миллиардов к 200 миллиардам. И, дорогие друзья, делали это не умные игроки. Делали это хомяки. То есть скидывали свои монеты, разумеется, и уходили с этого рынка. Именно поэтому, дорогие друзья, я знаю, что Бинанс заинтересован. Именно поэтому я знаю, что киты в любом случае будут пампить Теру Классик. Что касается Binance, он все свои монеты халдит. Прямо сейчас, соответственно, он докупает монеты. Кто-то продавал монеты, а кто-то их выкупал. И прямо сейчас уже выкуплено, разумеется, 37 миллиардов данных монет. В любом случае, я более чем уверен, что цены удерживают здесь не просто так. Мы находимся в данном диапазоне, потому что мы формируем плацдарм для последующего роста. Такой же плацдарм, который формировали здесь. Поэтому я ожидаю памп. Я знаю, что благодаря данным новостям мы увидим, разумеется, развязку в лучшую сторону. Потому что данные новости это маркетинговая компания, которая, разумеется, заточена на то, чтобы хомяки сливали свои монеты. Поэтому не будьте в числе хомяков и не отдавайте свои монеты. Халдите и вы заработаете очень много. Лично я делаю именно это и я знаю, что я поступаю правильно. Поэтому как я накапливал, так буду накапливать и дальше. По новостному фону видно, что Тера никому не нужна сейчас. Но, конечно, кому она будет нужна, если, разумеется, хомяки уже позакрывали свой убыток. Те люди, которые накапливали здесь, слили свои монеты. И сейчас они не находятся в рынке. Именно поэтому сейчас накапливают умные капиталы. Мы поджимались не просто так к этому уровню. Это мы тоже разбирали неоднократно. И мы находимся ровно на нем. И на нем можно накапливать. Это не финансовая рекомендация. Это лишь мое мнение. Реплу XRP ничего не мешало расти. Аналогичное будет и с Террой Классик. Потому что Террой Классик тоже, разумеется, на хайпе. И тоже, соответственно, интересные новости выходят прямо сейчас. Касаемо этого мы с вами разобрали. Что касается целой рыночной ситуации. Пока мы не пробили данную линию, мы находимся в бычьем рынке. И все максимально позитивно. Что здесь, в принципе, сформировано? Изначально у нас был сформирован восходящий клин, который пробился вниз. Потом формировался все это время нисходящий, который будет пробиваться наверх. Потому что это бычий паттерн. И мы уже видим выход с данного паттерна. Мы увидели ретест. И это очень сильно. Поэтому я знаю, что рост еще нормально не начинался. Нормальный рост будет, разумеется, от All Time High по биткоину. То есть при возврате к АТХ мы увидим нормальный рост. И мы увидим нормальный рост по альте соответственно. Поэтому все, что до АТХ, я просто выкупаю и забираю. Я знаю, что нормального роста еще не было. И я знаю, что здесь можно будет заработать очень много. Это касается и Терриклассик. Потому что Терриклассик это один из тех альткоинов, который на слуху у всех. И который будет пампить в любом случае. За сегодня сожжено 18 миллионов монет. Это делается тоже не просто так. Кто-то упускает данную информацию. А кто-то присматривается и накапливает. Потому что уже сожжено более 48 миллиардов данных монет. В любом случае, это плюс. И я точно знаю, что на этом можно будет заработать. Потому что данная криптовалюта вообще еще ничего не показывала. Как не показывала и вся другая альта, которая находится на днище. И которая действительно отскоки не рисовала. Именно такую альту я сейчас и набираю. То есть я покупаю то, что находится примерно здесь. То, что вообще еще ничего не показывала. То, что данные отскоки не рисовала. И если вы имеете желание покупать вместе со мной, то приглашаю к себе на обучение. Вы получаете 3 закрытых курса секрет рынка, элитный инвестор и практик. Вы получаете полное обучение и получаете доступ в нашу команду. Где мы покупаем и продаем криптовалюту вместе. Поэтому если вы хотите покупать прямо сейчас правильную криптовалюту. Ту, которая вообще еще ничего не показывала. Приглашаю. Ссылка есть в описании. Тот, кто зайдет прямо сейчас, зайдет дешевле, чем остальные. Потому что сейчас действует скидка. Цена максимально снижена. И вы получаете максимум пользы за минимум цены. Все делаю для вас. И разумеется стараюсь тоже для вас, дорогие друзья. Потому что только ради вас я записываю данные видеоролики. Поэтому обязательно поддерживайте их лайком. Это очень сильно мотивирует на запись последующих видеороликов. Что касается китов. Киты как накапливали, так накапливают и сейчас. Потому что я вижу увеличение количества монет. Это в любом случае делается не просто так. Пока хомяки скидывают, киты покупают. И когда у нас идет рост, хомяки, разумеется, выкупают те монеты, которые продают им те самые киты. Соответственно, выбор остается за вами. За кем вам идти. За китами или за хомяками. Но скажу точно, если пойдете за хомяками, все потеряете. Поэтому действуйте так, как действуют умные капиталы. И всегда идите против большинства. Если видите жадность на биткоине, значит нужно закрывать свою позицию. Спекулятивную, разумеется. На спекуляциях можно зарабатывать всегда. И лично я это доказываю на своем канале. Что касается холдовой части. Холдовую часть разгружать рано. То есть по битку вообще продавать еще ничего не нужно, если вы держите в долгую. Потому что как минимум АТХ мы увидим. А цель, которую я жду на предстоящем бычьем рынке, это 100 тысяч долларов. Но конечно фиксировать я буду раньше. То есть от 90 тысяч и выше. Соответственно пока мы это все не увидели, свою позицию я разгружать не буду. Что касается альты. Альта как была на дне, так на дне и осталась. Поэтому сейчас я набираю ту альту, которая вообще еще ничего не показывала. Что касается настроения большинства по лонгами шортам. Люди лонгуют. Поэтому коррекция напрашивается. И об этом я говорил неоднократно. Посмотрите мои предыдущие видеоролики. У нас аналогичная ситуация формируется. Которую мы видели уже неоднократно. Поэтому это тоже нужно учитывать. И поступать правильно. Покупая сильную криптовалюту. Которая вообще еще импульсы не рисовала. Касаемо спекуляций биткоин набирать поздно. Потому что набирали мы с вами здесь. Набирать можно то, что еще не улетело. И именно этим сейчас я и занимаюсь. Все ончейн метрики указывают на то, что киты вообще не разгружаются. То есть долгосрочное хранение у них активизировано. И они просто халдят свои активы. Данные ончейн метрики я присылаю в свой телеграм канал. Поэтому можете перейти и подписаться. Что касается Тереклассика. Я жду рост. Я знаю, что здесь можно накапливать. И это отличные отметки. Потому что вернулись мы ровно к этим уровням. Которые мы с вами и ждали. И данную точку входа я сразу давал ребятам из закрытого клуба. Все пруфы есть там непосредственно. Кому интересно, присоединяйтесь. И зарабатывайте вместе с нами. Подписывайтесь на канал если не подписаны. Ставьте лайки если не поставили. Желаю всем удачи. Всего хорошего. И всем пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok